Хм, а что мне поиграть? О, зато я втерпил. А там тебя будут пиздить. Игру ты будешь ждать минуты 7, простой тебе катку за минуты 5, тиммейтс, каждый какой-то уебан, но обо всем по порядку. Если ты зашёл ради вопроса, годно ли? Да, ещё как годно. Но некоторые факторы очень сильно бесят, из-за чего тебя будет разрывать от гнева. И наименование как терпилы я ей неспроста выдал. И сейчас вы поймёте почему. Терпение. Это основной пункт для этой игры. Терпеть ты будешь часто, и превратиться из-за этого сраного терпивого проще некуда. Ведь, чтобы поиграть в эту игру, тебе придётся терпеть многое. И первое, что тебе придётся терпеть, это комьюнити. Комьюнити игры и так мало, вы просто посмотрите на этот онлайн. А когда тебя просят тиммейт ещё удалить игру, из-за того, что ты плохо играешь, это всё делает ситуацию ещё хуже. И тебе действительно захочется удалить эту игру. Они ведь до тебя докопаются, обматерят и ещё больше орать на тебя станут, из-за того, что ты стал ещё хуже играть. Да пошли вы нахер все, кто просит удалить игру. Вам на то, что кто играет, должно быть вообще похрену. Сливает? А кто виноват, что онлайн низкий? Вы виноваты в том, что некоторые личности слишком ранимы и уходят из игры, из-за того, что их поливает говном. Естественно, онлайн они будут с таким комьюнити. И все щихать хотели на то, что ты решил расслабиться и поиграть. Победа важнее твоих чувств. Поэтому... Если хочешь расслабиться, то эта игра не подойдёт. По крайней мере, для меня. Ведь и меня из-за того, что я расслабил, будут сливать, а ещё то уйдёт далеко за минус. Хотя, он и так бы ушёл. Видите, что ты можешь поставить против игрока, который наиграл намного больше тебя. Победил в турнире, а ты как лох первую неделю играешь. Ведь игроки здесь в основном старички, а приток новых игроков очень низок. Вероятнее всего, из-за того, что Steam эту игру особо не продвигает. Я и сам её ношу на каких-то низот Стима. И мне показалось, что эта игра довольно интересной. Но давайте вернёмся к теме. Мало того, что тут игроков всего 200. Тут ты ещё встретишь некий дизбаланс персонажей. А именно, Китара. Она одна, даже без кива, способна вынести всю команду. Просто дай прокачать ей свой яд. Она просто превратит свою мясорубку для массовых убийств в одиночку. Или не для массовых, смотря кто за неё играет. Но факт остаётся фактом. Это очень дисбалансный персонаж. Только этот персонаж вызовет уже подгорание. А то, что она будет ещё и 50 уровня, а ты 10. И ты говоришь о том, что тебе гг. Но благо, что этого персонажа берут редко. Нет, ты, конечно, можешь возразить дизбаланс в любой игре. Пользу всё наладится с помощью патчей, комьюнити. Да и ладно. Она всегда агрессивная в мобе. Тем более, таких и не особо-то и много. И это всё? А я отвечу, что нет. Если со всем этим ты сможешь смириться, но вот с тем, что твой комфорт игры зависит от другого человека, с этим, может быть, ты и не смиришься. Ведь серверов игры хватает только на то, чтобы связать игроков, чтобы они смогли начать вместе играть. Обработка транзакций и, по большой счастью, всё. В самой игре первая система соединения. Знаете, как была когда-то Форонер. Ты можешь ливнуть один, а выкинь всю Тиму. Ибо он держал весь сервер на себе. Да, тут есть такое. Иногда, дорогие-то, кабель дернут, прощаешься от Тима. Или они какой-то софт используют, и всё. Могут на кнопочку нажать, и всё. У них проблема с соединением. Урон не пронёсся. Ха-ха, лох. Реально, из-за того, что они могут дернуть кабель, вас может выкинуть и вам придётся переподключаться. А пока вы можете переподключаться, они могут снести вам чёртову базу. Благо, на таких ты можешь кинуть репорт. Да и это не особо-то и частые события, честно говоря. Геймплей. Геймплей этой игры. Я же не дебил вам рассказывать про механику моба-игр. Тем более, по большой счастью, они все довольно-таки похожие, но не в этом соне. Если моба сосредоточены на минут 30 игры, то эта игра на минут 15. Ты вполне себе можешь победить и за минуты 7. Или играть на минут 40. Но в среднем матч злится на минут 15. Кстати, может быть вам это интересно, то я в матчах наиграл 120 часов. И в 190 часов я был в общем игре. То есть я 40 часов ждал. А это между прочим дохера. Это почти 2 дня. Хотеть я останусь все это время в массе щеков и... Да ладно, мне все равно жалко этого потраченного времени. Но если б я не просрана на это, то просур на ВК, просур на Ютуб. Или свои сраные тексты, которые меня все время не устраивают и пьют по 40 штук. И все равно говно какое-то. Но ведемся к теме. У каждой карты есть своя особенность. На одной карте будет червь, который заховывает все, что у него окажется. Кажется, кто туда вообще поет. Но там и дроли дерутся, да и хилка спавнится. Так что есть какой-то соблазн туда спуститься. И знаете, карты там не на уровне, как ты поешь, а на уровне, как тебе придется играть. Ведь на этой карте больше появится персонаж А, потому что... Или потому что благодаря вещи Б, у тебя появится некое преимущество. И знаете, это круто, что карты сделаны не для того, чтобы были, а сделаны на уровне. И имеют свои особенности. Напомню, в обычном мобе всего одна карта. Но там берут в основном разнообразие персонажей и их способностями. И конечно же тактикой. Но тут тоже есть чем похвастаться. Не, не тактикой. В основном в голове у всех своя схема, и никто ничего не обговаривает. Это динамическая игра, камон. Нет времени не участвовать, что писать. Ведь тут нет голосового чата. Так что тебе придется самому допирать, что тебе киммейт хочет. Что ты должен сделать и так далее. В противном случае он на тебя наорет. Персонажи или нафты. 34 персонажа. И это не просто цифра. Хотя есть два персонажа с одной способностью и... Тут больше способностей не повторяются. И это круто. Но также есть биография у каждого персонажа. Пока ты ждешь начала матча, ты вполне можешь почитать и... Самое сладкое. Музыка. Один персонаж, одна музыка. У каждого из персонажей есть своя музыкальная тема. Которая действительно крутая и разных жанров. И это просто респект. Это реально круто. Еще тут есть свои мемы. Если посмотреть на то, что ты качаешься, ты задумаешься. А как не собственно это вообще поможет в бою? В там идет описание, а еще ниже мини-мем. И это классно. Кстати, если хотите, то можете ввести мой промокод. Вам от этого ничего не убавится. Но вам дадут трейлину. Что должно вам помочь при старте. Как минимум, ты не потратишься на этого персонажа. Ибо он у тебя уже будет. Промокод видите на экране и в описании. И вообще это видео делается исключительно от этого промокода. Вводим дань. Я еще заострался. Обновление. 365 дней. Это год. Обнов не было больше года. Более 500 дней. Я порывался и узнал, что разработчики сейчас заняты другим проектом. И когда они его сделают, то... Хаза вернуться для них к этой игре. А если вернуться, то... Какой же будет онлайн? 200 человек? Или к тому времени будет уже 50? И сервера остановят? Но это не сделает игру хуже. Тем более тут есть своя мастерская, что увеличивает жизнь в игре. Но вопрос остается открытым. А будет ли обновление в будущем? Будет ли кому в нее дальше играть? Игра, безусловно, классная и интересная. Но она просто осталась без занимания большой публики. И была просто незамеченная.